FunPay.ru, первая в Рунете биржа игровых валют, аккаунтов и услуг. Более трех тысяч предложений. Покупайте напрямую у игроков без посредников. Всем привет, с вами Штейн, и да, это второй ролик за день. Видимо, разработчики решили, что сон и прочие житейские радости мне просто ни к чему. И темой этого экстренного погружения стали анонсированные изменения в классах, которые уже совсем скоро уйдут на тестовый сервер. А посмотреть, порадоваться и поплакать там есть с чего. Поехали! Перед тем как начать, хочу сразу немного оговориться. Я далеко не профессионал в билдостроении, и поэтому на многие статы имею свой, возможно, неверный взгляд. Поэтому постараюсь сконцентрироваться на донесении информации, а исправления и корректировки очень прошу оставлять в комментариях. Ну да и вообще, пишите кто что думает по этому поводу. Не каждый день небоскребу меняют фундамент. Итак, со слов разработчиков, главной целью изменений является общая балансировка рас и еще большее расширение кругозора и возможностей для каждой из них, при сохранении определенной специализации и уникальности. Ну и да, попутно планируется выпилить практически все процентные характеристики и привести их к строгим числовым лимитам. Выглядит это на практике на данный момент так. Высокий эльф. Увеличение получаемого опыта в ветке посоха разрушений и общий прирост опыта остались без изменений. Процентная регенерация маны заменена на способность, восстанавливающую ману или стамину, в зависимости от того, чего больше, при активации классового навыка. Альтмер, восстанавливающий стамину... Я даже не берусь это комментировать. Дальше 10% максимальной маны заменили на строгие 2000. Это выглядит вкусно для низкоуровневых персонажей. И не очень для топовых мана ДД с большим буфером маны, ибо прироста теперь явно будет меньше. 4% же бонус к психийному урону заменен на строгие 258 к магическому. Звучит неплохо, однако прогнозировать снова не берусь. Ману дамагеры поделитесь в комментах, насколько это хорошо, или плохо. А мы едем дальше. Органиане? Скорость плавания и прокачка посоховосстановления снова не тронута. Увеличение маны на 3% заменено на одну ровную тысячу, а дополнительный от хиллс банок снижен на эту же самую тысячу для всех ресурсов. 9% максимального здоровья заменены на одну... Одну, Карл, тысячу. Это какая-то дичь. Сопротивление яду убрали полностью, зато усилили сопротивление болезнетворному и дали полный иммунитет к статусному эффекту болезни. Получаемые наносимые исцеления заменили на 4% наносимого. В общем, объективный нерв по всем статьям. Несмертельно, но для некоторых билдов весьма ощутимо. Следующий в нашем списке босмер, он же лесной эльф. Особенности на прокачку лука и уменьшение урона от падения снова не тронуты. 21% регенерации заменен на смешные 258 единиц. 6% максимальной стамины же волшебным образом превратились в 2000. Уже лучше. Резист к яду усилился и добавился иммунитет к самому статусному эффекту. Вот кто откусил от нашего Аргоши. Боевые хоббиты совсем оборзели. Ну и 10% урона и скрытности заменили на небольшое ускорение после переката. Любого переката или только физического ворота от атаки, если честно, я не понял. Но суть особо не меняется. Ганкерам в Сиродиле придется напрягаться чуть больше. По крайней мере атакуя, убегать стало явно проще. Ну а мы топаем к бретонцам. И снова особенности на прокачку и получаемые альянс поинты не тронуты. 10% маны заменены на 2000. И вот опять у коротышек 6% это 2000. У бретонцев 10% это 2000. А у ящеров 9% это 1000. Я прям черным себя чувствую. Ну да ладно. 4000 мак резиста бретонцам урезали вдвое, заменив потерянное небольшой регенерацией магии. А вот 3% снижения общих затрат маны поменяли на 7% для классовых навыков. Неплохо. С учетом отличного бонуса на уменьшение стоимости, бретонец стал привлекательнее, как мана ДД. Ну а дальше у нас данмеры, они же темные эльфы. Резист клавии, прокачка парного оружия не тронута. 6% маны и стамины поменяли на 1250 единиц в обе стороны. 3% сопротивления огню поменяли на 600 здоровья, а сам огненный резист слегка усилили и сделали данмеров неподжигаемыми. Вполне в принципе логично. 7% бонус к урону от огня и мелкие бонусы к стихиям заменили опять же на смешные 258 статичных единиц. Зато и к магическому и физическому урону сразу. Вот и вторая ласточка в сторону разнообразия. И гигантский какиш в огород огненных мана ДК. Ох, предчувствую я их вой. Ну а на очереди у нас имперец. Одна ручка и денежный бонус снова при нас. А проценты снова заменены на тысячи. Пассивка же, лечащая нас при ближней атаке, ощутимо разжирела. Мало того, что шанс увеличился почти в три раза, так еще и срабатывает она теперь от любого прямого урона. Да и 1750 здоровья не выглядит слишком хило. При частых-то проках, да еще и баш с блоком удешевили. Имперец теперь первый танчик на деревне. Он раньше-то не особо страдал, а теперь вообще шикарен. Единственное, что чутка похудее станет, все же две тысячи не пять. Но в остальном изменения выглядят положительно. Дальше у нас коты. Каджеты точно так же, как и все, сохранили способность к легкой броне и шаловливым лапкам. 20% регенерации здоровья волшебным образом превратились в смешные 100 единиц, а 10% регена стамины в не менее смешные 75 единиц, правда и стамины и маны вместе. Но что это, собственно, меняет? Снижение радиуса обнаружения вскрытности переехало ниже и усилилось на 2 метра. Урон же из скрытности снова ушел и превратился в 750 единиц здоровья, стамины и маны. Забавно. 8% крита оружием не изменились, а к ним добавилось столько же, только магического. И эти изменения, в общем, самые странные, на мой скромный взгляд. Реген стамины понерфлен, урон из скрытности тоже, зато добавлен магический крит и мизерный реген маны. Что? Зачем? Это чтобы у каджетов-хиллеров в данжах теперь официальная отмазка была? Моя, если честно, не понимать. Ну, да и не надо, едем дальше. А дальше у нас Норд. Двуручное оружие и напитки без изменений, 6% стамины заменены на 1500, а вот бесполезный реген здоровья преобразовался в дичайший реген ульты при получении урона. Уже предвкушаю армию Нордов ДК с безоткатной ультой на ПВП. 9% здоровья стали тысячей, а резист к холоду увеличился, и Норд стал необморожимым. Да, не придирайтесь, это слово ему подходит. Но и в довесок 6% поглощения урона превратились в 4000 магического и физического резиста. Больше никто не посмеет называть Нордов нубодавакинами. Норды реально встали с колен и распрямили плечи. Если статы после теста не поменяются, этой расы в игре станет ощутимо больше. Ну а мы добрались до орков. Особенности, как всегда, не тронуты, а проценты уже по накатанной переехали в сотни. Получаемое исцеление почти не поменялось, а вот регенерация здоровья махнулась на интересный перк. 380 хп и стамины при нанесении урона оружейным навыкам с откатом в 4 секунды. Где-то вдали кашлянул один старый редгард. Ну и 4% урона преобразованы в 258 единиц. Выглядит неплохо и, возможно, даже полезнее, чем было. Ну а завершает наш список тот самый кашлянувший редгард. Как и у всех, одноручка и бонус на еду не тронуты. 10% стамины стали двумя тысячами, а вот регенерация превратилась в крутейшее снижение стоимости оружейных навыков на 8%. Ну а главная фишка редгарда, реген стамины при ближних атаках, мало того, что разжирела до 950 единиц, так еще и лишилась ограничения на ближний бой и теперь срабатывает от прямого урона. Это означает, что редгард теперь не связан ближним боем и может одинаково эффективно восстанавливать ресурсы на любой дистанции. Очень и очень круто. Особенно для лучников, да и просто персонажей, завязанных на сустейн. Это вся информация по конкретным изменениям в расах, доступная на данный момент. Для желающих почитать лично, да глянуть оправдания разработчиков каждому классу, я оставлю в описании ссылочку на патчноут. Также стоит учитывать, что все цифры предварительные и могут еще не раз поменяться. Однако основы хорошо видны и точно останутся таковыми. Ну а на этом на сегодня точно все. Спасибо, что уделили мне время и надеюсь, что смог его вам сэкономить. Очень жду полемики и предсказаний в комментариях, ибо, как я уже говорил, в силу малого опыта на ДД персонажах, многие моменты мне не видны и сложно предсказуемы. Ну а давился энергетиками, рисовал схемки для вас, как всегда, Штейн. Хотя бы иногда спите, не валейте, не скучайте. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok